Практическая психология Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 субтитров А.Кулакова Прежде всего, да, да, да. Очень опасно, да. Знаете ведь сами, да, очень много родителей приходят и говорят, в садике он был на все Олимпиады первые места, а в первом классе уже как-то вот... Вроде как подустал, говорят родители. Или подустал, или выдохся. А иногда говорят, мы ничего не понимаем. Наверное, учитель не такой. На самом деле просто родители вовремя не подсказали, с чего нужно начинать обучение. Да, обучение это же у нас процесс, который идет постепенно. Мы же не можем выучить там английский, говоря сразу с англичанином. То есть мы должны какую-то базу иметь для этого, да, и не только познавательную, но еще и биологическую базу должны иметь. У кого-то способности есть, у кого-то нет к обучению языка. И это тоже нужно учитывать. И поэтому, конечно же, нам необходимо просматривать при развитии ребенка с младенчества, да, нам необходимо учитывать базовые моменты. И эти базовые моменты очень хорошо описаны в пирамиде Шелленберга и Вильямса. Они в интернете очень широко распространены. Мне кажется, эта табличка должна быть у всех будущих мам, у всех нынешних мам, потому что она показывает, с чего необходимо нам начинать развитие. И ни в коем разе нельзя их обходить стороной, потому что без фундамента, а это у нас базовые процессы, фундамент для дома, скажем так, дома не построить, никакого замка не построить. А если построить, то он недолговечен, к сожалению. Вот хорошая очень картинка, да, сегодня вот перед нами. Жаль, что вы, друзья, не видите, но погуглите, и я думаю, что у вас получится. Просто, да, вот смотрите, вот обучение, то, к чему мы прямо как родители, ответственные родители начинаем там чуть ли не с рождения, да, это лишь макушка айсберга. А вот та самая часть вот этого мощного, сильного айсберга, она состоит из очень-очень многих частей. Маленьких, вроде бы незначительных, как нам кажется, да. Да, вот самое главное, что они кажутся незначительными. Подумаешь, ребёнок не умеет бросать мяч там, да. Да, подумаешь, он не умеет завязывать шнурки в 7 лет, там, да. Или кататься на велосипеде у него не получается. Научится, когда вырастет. Да, просто даже в пальчиках игрушку удержать. И то нынешним детям бывает очень сложно. Но зато у нас есть методика, например, та же Глендомана, о которой вы говорили вначале, да. Буковки по всему периметру его, да, циферки, плюс-минус и всё такое прочее. И ведь даже вот у меня был случай, можно я расскажу? Да, конечно. А девочка с ДЦП очень хорошо умеет считать. Прям мама её очень-очень сильно не натаскивала даже, да, обучала. Обучалась, не занималась плюсы-минусы. И она ко мне пришла, она тоже говорит, 5 плюс 5, там, девочке 5 лет, там, да. 7 минус 3, там, то есть она очень хорошо выполняла эти действия. Но когда мы начали играть в магазин, просто обыкновенный в магазин, она не смогла понять, что нужно сделать, чтобы мне продать, там, 2 вещи. Одна вещь стоит 2 рубля, другая стоит 1 рубль. Я ей даю 5 рублей и говорю, надо мне сдачу сдать или нет. А она даже не понимает, что нужно сделать. Ребёнок хорошо считает. Мы сменили семантическое поле, и уже в пространстве она не ориентируется. То есть что для этого необходимо сделать, да, она не может. И мы ведь очень долго с ней вот это оборудовали наше семантическое поле. То есть вот как раз вот то выпавшее звено развития, которое, да, которое нужно было вовремя развить, а потом уже начинать считать, да? Да, конечно. То есть хорошо у неё счётные операции работают, хорошо, да, хотя само по себе заболевание, которое у неё есть, как раз и предполагает к тому, что ребёнок в семантическом поле в своём разбираться, ну, не сможет. Пойдут агроматизмы, логико-громатические нарушения и так далее. Поэтому, да, надо развивать именно базовый вот этот уровень. И он заключается в том, что у нас на первых этажах, да, вот этого... Фундамента. Основания, да, вот основания этого айсберга у нас находятся сенсорные системы. Это тогда, когда ребёнок рождается, ему необходимо уделять внимание на кожно-киностетической чувствительности, да? То есть это вот прямо вот, когда мама касается ребёночка, когда она его кормит, прижимает, гладит от макушки до пяток, я всегда говорю, да, заглаживаем, зацеловываем. Конечно, и спереди, и сзади зацеловывать действительно надо. А как на руках носим, да, и покачиваем на руках, да, мы их туда-сюда, как в люлечке мы их катаем. Это вестибулярная система. Как сейчас без неё? Можечок не работает у детей, не могут совладать со своим собственным телом, потому что вестибулярная система у многих-многих детей, к сожалению, не работает. Потому что родители перестали качивать на руках, да? Да, недостаточно. Похоже, недостаточно. Возможно, да, возможно, недостаточно, то есть, да, вот это вот такое... Есть же ещё такая методика там, да, пусть лежит, плачет, да, не надо баловать, да, приучите к рукам. Не дай бог. Но везде есть золотая середина. И приучить вроде как бы нельзя, да, с одной стороны, но и лежать ребёнку тоже ни в коем случае нельзя. И вестибулярная система, она играет огромную роль в, скажем так, в одном, ну, там, да, положении тела в пространстве, распознавании слуховых ощущений в пространстве, да. А если у ребёнка она не работает, ну, как он будет слушать, слышать, воспринимать, особенно всё, что связано с пространственным представлением, задачи на пространство, например, у нас, да, поезд из одного конца вышел в другой конец. Как он? Он представить себе даже этого не может, да. Кроме того, у нас же ещё очень хорошо работает в начале нашего развития, на первом году, на первых месяцах жизни, да, это проприорецептивная система. Это тогда, когда ребёнок начинает сучить ножками, ручками, да, это когда он подтягивает и сосать пальчик на ноге, начинает свой все ведь это, да. То есть что такое проприорецепция? Это сигналы, идущие от мышцы сухожилий в головной мозг. То есть ребёнок таким образом тоже должен ощутить, как нужно согнуть ножку, как нужно положить ручку, чтобы было, в принципе, ему комфортно и удобно. Или когда, как это нужно, пальчик этот засунуть в рот, да, это же тоже надо уметь. А ещё ведь губками его зажать надо, да, то есть чтобы мы получили какой-то эффект. Результат. Потому что, да, ведь есть дети, которые никогда не брали пустышку в рот, например, да, и грудь-то, в принципе, не берут. Да, есть такие тоже. Да, поэтому, как бы, конечно, тут вот это очень важная система. Вроде бы, да, например, человек, который никогда не был в медицине, в психологии, он может эти правила и не знать, и его не удивляют, он говорит, ой, у нас дети, например, вообще никогда пустышку не сосали, да, да и от груди отказались, да, то есть. И в итоге кажется, что, ну, вроде, вот смотрите, какой он классный парень, да, или там такая девушка. А в итоге получается, что... Это очень важная функция. Да, важная функция, которую не прожил ребёнок. Конечно, а как он будет потом складывать губки в свои артикуляционные слоги, если у него губки не работают? Вот сейчас дети тоже идут. Я говорю, сделай поцелуйчик маме губками, да, губками сделай поцелуйчик, поцелуй, как будто ты целуешь маму. Они ведь не могут сложить губки бантиком, да, или просто для поцелуя губки сложить не могут. У них получается подобие улыбки. То есть они не понимают такой практики. А для специалистов, это как бы, когда мы такие вещи видим, мы понимаем, что вот нужно развивать вот эту, да, вот именно рецепцию для того, чтобы развивался тот участок коры головного мозга, который будет в дальнейшем, да, необходим для процесса обучения, прежде всего. Да, конечно, это же наш практик, это наши произвольные виды деятельности. Куда мы без произвольных видов деятельности? И сейчас поэтому детей очень много за диспроксией идёт, да, то есть это нарушение, частичное нарушение произвольных видов деятельности. Вот, и скажешь им, согни ножку, они согнуть ножку не могут, потому что была команда, а команду они выполнять не могут. Не произвольно они, конечно, сгибают ножки, а произвольно не могут. Вот, поэтому, да, кроме того, сейчас очень много ведь детей с пищевым нарушением, тоже ведь слышали, да, ем только сосиску с макаронами. Да, больше ничего не ест. Всё, больше ничего не ем. Почему? Опять же, обонять, ну, не сформировалось, одна из причин, да, не сформировались вот эти вот ощущения вовремя, не уложились в голове. И когда ребёнок начинает пробовать новую пищу, новую пищу, у него вот эти сигналы в голове, да, быстро не проходят. Не простраиваются. Не простраиваются и не укладываются. И он начинает бояться этой новой пищи. Что-то неизвестное, непонятное, не буду, лучше буду отказываться. Конечно, если у взрослых, вот если им дадут какую-то пищу новую, они её никогда не видели, как они её будут пробовать? Осторожно. Вот именно, а могут и отказаться, правда? А вот у детей то же самое. То есть у них не сформированы просто вкусовые вот эти вот рецепции. То есть родителям, возможно, не давали пробовать на вкус. Знаете, сейчас ведь не трогай, не бери в рот. Да, это может быть опасно. Это может быть опасно, да. Невкусно, фу, кака. А педиатры раньше говорили, что ребёнок до трёх лет должен съесть свой пуд грязи. Потому что, во-первых, это и обсеменение бактериями, конечно, различными идёт, да. Иммунитет улучшается. И иммунитет, и вкусовые рецепции. А как они будут понимать, что это вкусно, а это невкусно? То есть вот. Поэтому чистота, она, конечно, очень хорошо, говорят, залог здоровья, да. Но опять же, что же должно быть всё в меру. В меру, да. Да, всё должно быть в меру. Итак, мы сейчас подходим вот именно к стопе. Стопотерапия, да. Почему это сейчас стало так актуально? И вообще важно воздействие стопы ребёнка, да, на ребёнка. И при чём тут развитие? Да, вообще тема стопы, конечно, появилась у меня в голове совсем недавно. Хотя вынашивалась она, наверное, уже много-много лет. На стопе у нас, как вы знаете, все знают, уже достоверно, известно, доказано всеми специалистами в этой области, что очень много биологически активных точек, которые не только включают механизм здоровья определённых органов, да, но они ещё включают в работу центральную нервную систему, в том числе головной мозг, ну и вегетативную нервную систему, естественно, тоже, да. Вот. И, конечно, у нас, если мы все чётко знаем по Макаренко, да, что нужно, мозг у нас находится на кончиках пальчиков, да, то мы очень много уделяем внимания, конечно, руке. Руке, да. Мы делаем, ну, большинство делов, да, родителей, педагогов, да. Педагогов, да, выполняют вот именно зарядку для рук. Да, пальчиковой гимнастики, вот, пожалуйста, там, суджок, всевозможные, да, терапия, мы всё это делаем. А ноги, к сожалению, да, не уделяют внимания. И ещё самое, не то чтобы странное, а, наверное, самая, стопа, она вообще обделена, обделена своим вниманием, потому что мы сразу же дома начинаем надевать на маленьких детей, там, носочки, тапочки. Как ты можешь ходить по холодному полу без тапок? Да, 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 это же вообще нельзя, там, да. Кажется родителям. А смотрите, погодные условия в Кировской области не позволяют детям бегать босиком, ну, нужное количество времени, да, и у них родители, конечно, некоторые разрешают бегать по двору, если есть возможность, у бабушек, там, у дедушек частные дома, вот, бегать босиком. Но босиком по земле, да, почему-то всё меньше и меньше дети бегают. Меньше и меньше бегают, а на море, вот, многие тоже ездят на море, и обязательно одевают сейчас на данный момент детям вот эти галошки или резиновые тапочки, чтобы пальцем, ой, ножкам было не больно. Да, боже ж ты мой, разве можно вспомнить, если наше детство, мы вообще не надевали никогда туфли, босоножки, мы всегда бегали босиком, да. Пятки потом невозможно было отмыть. Да, торчали только где-нибудь, да, у нас эти красные пятки, да. Вот, и, конечно же, сейчас в стопе очень мало уделяется внимания, она несёт огромную роль. Она самое основное, её представительство, если мы возьмём головной мозг, то находится в правом полушарии. Да, то есть большое-большое представительство находится в правой полушарии. Поэтому детям необходимо формировать правое полушарие, плюс ко всему, ещё и с помощью стоп. То есть, что значит плюс ко всему? Это значит, что мы должны понимать зону ближайшего развития ребёнка, и если ему необходимо бегать, играть, общаться, завязывать шнурки, рисовать, что там, бегать на велосипеде, кататься на велосипеде, самокатить. Красное велосипеде, играть с мячиком. Да, так это должно быть в полном объёме у ребёнка. Потому что, представляете себе, а дети не бегают босиком, значит, правое полушарие отдыхает, а оно должно активно работать. Сказки не читают, не пересказывают, на велосипедах не бегают, в куклы, в дочки-матери сейчас в садике не играют, да, но это отдельный разговор. Не бегают ни на самокатах, не ползают, не общаются. Самое главное, они перестают общаться. То есть, если раньше вот эти вот куча мала была игры, хали-хало было, да, утки-охотники, где толкались, пихались и всё такое прочее. И опять, они ведь в это время что, свои границы, да, понимали, осознавали, да? Конечно, да, сейчас этого достаточно, ну, недостаточно. Может быть, кто-то очень много, не хочу никого обидеть, может быть, в садиках это сейчас опять возвращается постепенно. В прогрессивных садиках. Да, да, вот. И тогда, конечно, детки получают своё. А вообще стопа, она у нас формирует схему тела нашего, да, схему тела. Точно так же, как и игровые различные приёмы, методы, да, и приёмы. Они формируют схему тела. Что такое схема тела? Это умение себя вычленять из окружающего мира. Кто я, где я, какой я? Да, где у меня право, где у меня лево. Действительно, кто я? Я девочка или я мальчик? Сейчас ведь пошли случаи, когда у меня мальчики говорят, я сама сделаю. Или я сам сделаю, да, там, девочка, если говорит, я сам сделаю. То есть они себя вообще не могут. Идентифицировать. Это ведь уже в 5-5 лет. Это не в 2 года, это не в 3 года. Да, а должна быть у нас к 5-летнему норма, что мальчик и девочка уже сами понимают, кто они есть. Конечно, они девочки, мальчики, они должны это знать. Идентификация себя, прежде всего, схема тела. Схема тела даёт нам возможность с помощью стопы, естественно, да, даёт нам возможность простраивать пространственные конструкции свои, да, далеко-близко, высоко-низко, земля-небо, справа-от. Да, не только как бы на уровне когнитивного понимания, да, но и на уровне прямо представления себя самого. К сожалению, у нас на уровне когнитивного понимания дети работают. Но опять же, поставишь их в другое семантическое поле, и они начинают теряться. Они уже не понимают, где перёд, где низ. Да ладно, они не понимают ещё даже, что выше, плечи или колени? Вот мы их спрашиваем, да. Я говорю, скажи мне, пожалуйста, что выше, плечи или колени? Всё, тупик, понимаете, тупик. То есть и схема тела, и пространство, они формируются. А как мы так... Вот эта база, понимаете, вот эта база, на которой... И вот с помощью воздействия на стопу мы можем, да, как раз развивать те участки коры головного мозга, которые отвечают за эту схему. В том числе и со стопой, да. То есть в том числе и со стопой. То есть поэтому у меня и вышла такая тема. Мы руки-то развиваем, стопы нет, к сожалению. И иногда бывает совместное вот это, да, формирование всех базовых ощущений. Комплексное такое, да? Да, комплексное. То есть и руки, и ноги, и тело. Оно у нас, конечно, даёт очень хороший результат. Не каждый, конечно, родитель, к сожалению, об этом знает, потому что считает, что дети есть дети. Главное дать математику, русский там научить ручку держать. Мы же научились, и там как-нибудь дальше пойдёт. Вот, поэтому, да. А кроме того, пространственные у нас, да, пространственные качества у нас. Это разговорная речь, да. То есть это, опять же, умение понимать логико-грамматические конструкции. Там, Коля ударил Петя, кто дрочун, да. Маша выше Пети, но ниже там кого-нибудь. Вообще, кстати, вот мне вот эти задачки всегда очень сложно давались. Мне приходилось таблицу там выстраивать, вычерчивать, чтобы понимать, кто же там всё-таки оказался прав. Но ведь, понимаете, вы-то с помощью компенсаторных механизмов понимаете, как это сделать, да? А дети-то не понимают, что надо можно использовать какие-то другие механизмы для определения, кто выше, кто ниже, кто светлее, кто темнее. У них нет этого понятия. У них нет ещё этого инструмента, который нам когда-то дали. Да, у них нет этого инструмента. К сожалению, вот сейчас так, да. Кроме того, это освоение письма и чтения, зрительные анализы, дифференциация букв, да, зрительно-моторная координация какая-то. Вот за всё это тоже отвечает правое полушарие, которое как раз и развивается, да, в процессе. Да, да, понимание, да. Вот смотрите, правое полушарие у нас отвечает за неречевой слух, да, бытовые шумы, например, различить бытовые шумы. Сейчас ведь детям тоже сложно водопад это различить, или это шум моря, например, да. Это шелест листьев, да, или там просто какой-то идёт шелест, или там шум какой-то. Ведь это неречевой слух, это правое полушарие. У нас, к сожалению, оно, ну, забыли о нём, забыли, а у нас оно до шести лет является доминантным, и оно должно быть сформировано полностью, если мы хотим, психически, физиологически здорового ребёнка ими. И руки, и стопа, они должны обязательно формироваться вместе, чтобы и устный счёт был, чтобы, устный счёт это пространство. Вот для нас понять, что такое три, в принципе, мы знаем, что такое три, число, да, там, цифра три, сколько в неё там единиц входит. А детям очень сложно понять именно в пространстве, что это такое. Положи столько палочек, сколько у меня, какая у меня цифра на столе написана, тупик. Они знают, что это три, даже могут и не знать, что это цифра три, в принципе. Но выложить палочек столько, сколько нужно, не могут. И это дети в семь лет, это перед школой, понимаете? Они считать умеют один, два, три, четыре, до десяти они умеют считать. Но сколько единиц в каждой цифре, они распознать не могут. И, конечно же, это слабость правой полушарной тенденции. Это вовремя не полученные базовые какие-то, базовое какое-то формирование не получено в детстве. Вот. А уделилось именно, конечно, вот развитию левого полушария, да, тогда, когда, ну, не в то время. Не в то время просто это должно было быть. Вот. Поэтому это очень, да, такая серьёзная, на самом деле, сложность. То есть если идёт совместная работа стопы, руки, тела, да, то, конечно, ребёнок получает эти базовые процессы. А если не получает, то он хотя бы имеет возможность компенсировать их чем-то, да. Вот как вы сказали, там, да, я начерчу себе что-то там и выделю, кто же это всё-таки, да. А детям меняешься на антическое поле, всё, они не понимают. Оля, а вот что нужно делать такое со стопой, чтобы у ребёнка, да, вот эти появились схемы тела, осознание своих собственных границ, кто он, что он. Понятно, что это в комплексе, и стопа лишь только часть, да, то есть как бы... Да, это часть. Да, да, та область, которую не надо упускать из вида, да, и которая может способствовать развитию вашего ребёнка. Да и здоровью тоже, да, то и здоровью тоже оно способствует. Вот. Что необходимо делать? Ну, я не открою сейчас велосипеда никакого, да, это обычные массажи. Так, ага. Массаж ручной, пожалуйста, стопы, да, массаж камушками, то есть вводим по камушкам по стопе. Это хождение на мелких предметах, да, ведь если нарушение... Вот даже сейчас... Я теперь понимаю, почему у меня младший сын отрабатывает. Он рассыплет лего, а я по нему хожу. Семантическое поле выстраивает на другое, да. Хожу и ворчу, что нельзя ли прибрать за собой? Да, он говорит, нет, нельзя, мне чего-то пригодится. И сам ходит по нему тоже. Вот, кстати, дети ведь они молодцы, а мы взрослые, если вот обладали бы знаниями, да, мы сказали, ну и ходи. Ну и ходи, да, подумаешь, раз в неделю приберёмся, пропылесосим, ходи продолжай дальше. Да, у детей физиологическая потребность промассировать эти точки, да, какие-то определённые. А мы же их одеваем, носочки, тапочки, да, и всё, и ребёнок обделён, в принципе, получается. Получается, что таких элементарных вещей прямо, да, мы лишаем ребёнка, вроде бы объясняя себе, что, да, я забочусь о твоём здоровье, а в итоге-то получается, нет. Ну да, должна быть золотая середина, я говорю, конечно, если холодно, там батареи у нас не включены, да, ну понятно, можно переждать какой-то период, две там недельки, но потом тепло дали, и да, пусть ходит босиком. Ну необходимо, это и для закалки хорошо, это и для промассирования всех точек биологических, которые на стопе находятся, да. И это будет дана определённая база для развития математики, для развития устной речи, для развития письма. Это будет база. Но ещё, естественно, просто мы забыли о стопе, поэтому эта тема для меня так очень чрезвычайно важна. Актуально. Ну у нас сейчас очень много всяких массажных ковриков, ведь посмотрите, заполонено всё этими массажными ковриками, потому что дети не бегают на улице, потому что появилась потребность, как бы, да, в формировании и развитии вот именно этой области. Вот куча-куча сейчас, вот вчера буквально ходила, смотрела, какие же ещё коврики накупить себе, чтобы, опять же, с детьми вот... Да, да, эти действия, потому что оно вот просто, это база, это база. То есть вот смотрите, в любом случае берём прямо всё, что под руками, да. Вот я говорю, что эти же, например, там коврики массажные, дальше вот эти же там камушки, если у вас есть возможность там, да, ходить по опилкам у ребёнку, там, да, по траве, то, ну, когда это будет лето-весна, да, то за милое дело. Да, конечно. Плюс ко всему воздействие всевозможных разных температур, когда мы, например, принимаем душ, или там ванну, да, с ребёнок. Очень классно, да. Вот я даже, вот вы сейчас мне напомнили, когда я ещё в садик ходила, мы же всегда проходили по определённому коврику, да, массажному. Мы садились в маленькую ванночку, и нас сначала тёпленькой водой обливали, холодненькой водой, потом опять тёпленькой. И мы вытирали ноги и бегали, в принципе, по этой босикой. Да, и нам-то говорили, что нас закаливают, да, а на самом деле, кроме закалки, ещё и развивали наш мозг. Правое полушарение было не обделено. Да, потому что это всё забыто, это всё известно. Это, ну, просто вот мы как-то выпустили с нашей системой образования, с этой гонкой за умением считать, писать, читать. Мы забыли о тех моментах, которые действительно дают возможность хорошей, сформировать хорошую... Здорового, да, человека. И здорового человека, и хорошую базу для этих процессов. Вот, Оля, ещё что, что ещё нужно со стопой делать? Вот, например, всевозможные игры, когда ребёнок сам себя, да, даже ещё вот маленький, лёжа, да, снимает носочки, да? Это ведь тоже уже про стройку схемы тела. Конечно, конечно, это про стройку схемы тела. Когда он становится постарше, вы уже ему даёте команды, например, да, правой рукой сними носочек с левой ноги. Да, конечно. И он уже ориентируется, да? Да, тут уже межполушарное взаимодействие включается, конечно. Да, вообще, это профилактика диспроксии нынешней, которая у нас 90% детей идёт с диспроксией. Правой рукой снять левый носочек, это же вот... Я не знаю, кто сделает, вы знаете, вы мне в тупик поставили. А вот это, на самом деле, очень интересная игра. Да, вот мы просто подобные игры, да, играем иногда, когда приходит в гости очень много детей, да, и вот, чтобы весело, забавно, вот эта куча мала, там, да, одеваем разные всевозможные смешные носки, да, и вот хватаем друг друга за эти носки, там, да, за пятки, за... там, начинаем друг друга щекотать. Вроде бы как игра игрой, да, но я вижу, что это опять-таки работа. Работа, это же, да, это же схема тела. Мы схватили за локоток. Где у ребёнка локоток? Где? Где это? Что такое у нас запястье? А что такое у нас щиколотка? Это же... Вообще, о чём я говорю, я не понимаю. Что вышло, локоток или щиколотка? Как он скажет, если он даже этих понятий не знает? Мы научили глазки, ушки, думать, у себя, у других там, да, находить. А моменты те, которые тоже необходимы для формирования своего схемы тела и отделения себя от других, от пространства. Ведь помните, это стадия мы, мы, особенно у родителей. У родителей, да. Иногда очень-очень долго. Мы пошли в школу. Да, мы пошли в школу. Мы закончили институт. Да, мы сженимся. Да, да, да. Но это у родителей, да. У детей, кстати, точно так же. Они хоть и могут говорить «я», там, да, вот у детей «я», 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 там. Идёт в определённом трёхлетнем возрасте. Но на самом деле они подразумевают «мы» и никак не отделяют себя от других, да. У нас ещё есть пять минут, да. Вот какие-то практически прям такие рекомендации хочется ещё дать нашим слушателям? Что было бы ещё, чем хочется ещё поделиться? Вот смотрите, в принципе, вот нога, нога сама по себе. Сейчас ведь очень много детей с плоскостопием. Да. Очень много детей с плоскостопием. Ну, опять же, это и по тем причинам, о которых мы с вами говорили. Вот. И вот эта вот стопа с плоскостопием, она очень сильно влияет на всю опорно-двигательную нашу систему. То есть тазовые кости начинают по-другому формироваться. Сам позвоночник становится уже не такой прямой. И, естественно, если позвоночник и иннервация, да, от позвоночника отходящая, она начинает неправильно передавать импульсы, сигналы. Поэтому идут различные заболевания. Мы лечим желудок, мы лечим кишечник, мы лечим что угодно, что угодно, кроме того, что необходимо нам, в принципе, лечить. Вот. И поэтому надо обязательно просмотреть у ребёнка, нет ли плоскостопия. Нету, слава богу. Но это не значит, что ничего не надо делать, да. Это, пожалуйста, это вы в совместной игровой деятельности. Десять минут от силы, да. Десять минут. И руки можно подключать, и тело, и голову, и стопы. Всё можно подключать. Катайте вдвоём скалку, например, определённую, да. И представляете какую-нибудь, что вы на поезде едете, и чук-чук-чук, чук-чук-чук. И катайте, и катайте. Можно так сделать? Можно. Скалки очень хорошо, да. То есть можно и руками, и ногами, и вообще по всему телу, да? По всему телу можно, да. Вот. Это прямо, я так вспомнила, раньше в деревнях, знаете, вот такое сливое выкатывание с помощью скалки было, да? Да. Там бабушка, дедушка, там, чтобы там, как всегда, шутила, чтобы горба не было. Да, 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 для этого же, да, можно. Вот видите, какая у меня жизненная практика есть, да? Большая, да. Любые... Плюс ещё, если мы подсоединим фольклор, любой фольклор, да, особенно русский, такой, с хороводами, там, да, и по этим камушкам будем водить, так мы, знаете, как включим правое полушарие в работу, это будет просто, ну, шикарно, вообще хороводология даже есть уже, такая наука, которая выявила... Да, 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 как выводить народ, а это же тоже, опять же, пространство собственного тела, в ручеёк-то мы играли, там, да, и просто водили хоровод. Это же тоже, кто от тебя справа, кто от тебя слева, там, да, это тоже очень большая роль. Даже если у вас один ребёнок вместе с папой, взяли куклу ещё какую-то, и водим, там, какие-то хороводы, и наступаем на эти камушки, ничего сложного нет. Ребёнку сколько удовольствия и пользы, и он будет ценить отношения. Да, для него это же важно тоже. Здесь мама, папа рядышком, бабушка, дедушка, и все вместе взятые. Да, 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 даже если там, ну, бывают случаи, папа и нет, да, ну, что делать, ну, всякое бывает. Ну, мама-то есть, да, в любом случае вместе с мамой хороводы водить 5 минут в день, 7 минут в день. Я не думаю, что у родителей нет такой возможности. Просто необходимо простроить вот этот досуг с ребёнком, да. И мне кажется, необходимо понимать значение всех этих игр в жизни ребёнка и в его развитии. А кроме того, знаете, вот эти вот есть подушечки колючие с купырышками, да, купить три подушки, и это будут островки какие-то, да. Они же тоже разные, и с пупырчатыми, и с шишечками какими-то, и мягкие, как травка. И перепрыгивать, а причём не просто прыгать с одной кочки на другую кочку, да, а плюс ещё проговаривать там какое-то правило. В то же время формируется контроль, контроль над собственным действием. То есть ты не должен или прыгнуть на правую ножку сначала, а потом на левую ножку, а потом на две ножки вместе. И назад точно так же, например. Тут и контроль формируется, и мы промассируем свои ноги, и опять же формируется правое полушарие вместе. Отлично. То есть много-много, конечно, есть развитие крупной моторики, да, вот повернись направо, повернись налево, говорю, чтобы семантическое поле. И это всё можно делать на этих же подушечках определённых. Оля, спасибо большое. Прямо уже сама хочу и себе массаж стопы сделать, и детей сегодня обязательно научу. Представительство стопы в правом полушарии. Да, вижу её очень много. Поэтому действительно необходимо в своё время давать бегать босиком, играть с ручками, с ножками, и тогда у нас не будет нарушения обучения. Спасибо большое. Когда мы сформируем вот эти все базовые процессы, легко будет ребёнку учиться. Это сегодня в программе у меня была Ольга Скрябина, нейропсихолог. Оля, всегда с тобой интересно. Жду в гости. Спасибо. И сегодня мы раскрывали тему стопотерапия, что это такое и почему она важна для наших развивающихся детей. Это была программа «Практическая психология». Всем любви, здоровья и счастья. Спасибо. До свидания.